Добрый день! Сегодня мы продолжаем наше знакомство с пакетом интерактивной геометрии для нефклидовой геометрии МЕБИНФ. И мы изучим, как использовать некоторые стандартные построения, которые ускоряют и облегчают стандартные операции в геометрических конструкциях. Как пример мы используем теорему про прямую Симпсона. С ней можно познакомиться в прекрасной книжке Коксетра Грейцера «Новые встречи с геометрией». Вот как эта теорема представлена в этой книге. Ситуация достаточно несложная, но теорема замечательная. Значит, мы имеем треугольник АВС, описанная окружность и точка П на этой описанной окружности. Из точки П опускаются три перпендикуляра на соответствующие стороны треугольника АВС. И основания этих перпендикуляров лежат на одной прямой. Эта прямая называется прямой Симпсона. Мы хотим проверить, насколько эти все построения сохраняются в геометриях Келли-Клейна. Насколько они работают в геометрии Лобачевского. Для этого мы хотим воспроизвести этот рисунок в нашей графической программе. Но тут сразу обращает на себя внимание, что мы должны найти основание перпендикуляров к соответствующим сторонам. И чтобы эта конструкция не была сильно загромождена, для того, чтобы не повторять построение этих точек каждый раз заново, мы можем определить стандартное построение для основания перпендикуляров, для того, чтобы изучить эту ситуацию. Как всегда, мы начинаем с чистого листа, новая фигура. Но в этот раз мы не будем строить треугольник вначале. Мы отдельно построим основание перпендикуляров. В библиотеке по умолчанию уже есть два построения. Это серединные точки, отрезков. Но описание здесь содержится внутри отдельных файлов, которые не поддаются пока русификации. Так что описание неизбежно появляется на английском. Но через наш интерфейс мы можем продвинуться в этом изучении. Вот у нас есть меню построения и возможность задать новое построение. Давайте мы с вами построим основание перпендикуляров. Выскальзывает подсказка, которая кое-к чему нас готовит. В построении должны быть параметры, которые осуществляются как ввод для нашего построения. Они имеют имена как variable 000, variable 001 и так далее. В общем-то, это тысячи циклов позволяет, что в принципе должно быть достаточно. И среда наша сейчас настроена так, что эти имена будут производиться автоматически. В качестве результата построения будут использованы все циклы, которые возникают во время результата построения и не имеют каких-либо наследников. Все циклы, которые являются промежуточными, не оконечными, в частности вот эти циклы переменные, они не будут отображены в той фигуре, которая использует это построение. И построение должно иметь некоторое описание для того, чтобы им можно было пользоваться. Значит, мы в некотором моменте должны будем описать, что наше построение делает и какой смысл имеют вот эти переменные, которые в построении задаются. Это сообщение появляется каждый раз, если мы не хотим, чтобы, когда мы создаем фигуру, как и другие сообщения информационного характера, их можно подавить, предотвратить их появление, выбрав вот эту коробочку. Но мы, пожалуй, для напоминания о таких важных вещах, как построение, мы этого делать не будем. Ну, хорошо. Значит, у нас основание перпендикуляра из точки, опущенного напрямую. И то, и то, с точки зрения нашей геометрии, является циклом. По сути, мы должны... Первый параметр нашего построения – это точка. Точку мы задаем нажатием левой кнопки мыши в подходящем месте экрана. Вот он получил название первой переменной с нулевым индексом. Второй параметр – это должна быть по логике построения прямая. Так что мы используем задание цикла через его коэффициенты. Для прямой коэффициент k должен быть равен нулю, потому что мы не хотим на присутствие квадратичных членов. Л и Н могут быть взяты, к примеру, один. Это не так существенно важно. М для простоты тоже можем задать равное нулю. Нулевые параметры не обязательно вводить, но для... Все пустые клетки будут интерпретированы как нули. Но, тем не менее, для ясности мы можем их указать явно. Вот мы получили прямую. Еще с перспективой сделать наше построение более общим и интересным, мы добавим третий параметр. Это будет такая виртуальная бесконечность. То есть вот эти вот коэффициенты для бесконечности 0, 0, 0, 1 мы продублируем в новом цикле. Значит, коэффициенты 0, 0, 0 и 1 представляют для нас бесконечность. Вот мы добавили третий параметр, который может быть использован в наше построение. Далее, чтобы отличать то, что у нас является параметрами построения от его элементов, других элементов, мы отменяем наименование меток циклов автоматическое. Будем задавать их вручную. Осталось всего два цикла построить. Первый цикл это перпендикуляр, значит он будет ортогонален точке, он будет ортогонален прямой, и он будет ортогонален точке в бесконечности, для того, чтобы это была прямая. То есть вот он нашим трем параметрам, ортогональный цикл. Мы его создаем. Просится ввести новую метку. Ну, это может быть, скажем, прямая А. И теперь мы ищем точку пересечения двух прямых. Прямой, которая параметр первый, 0,0,1, и перпендикуляра к ней. Как обычно, это опять наше любимое отношение ортогональности. И для того, чтобы это была точка в пересечении, мы добавляем ортогональность к самому себе. Ну, как мы помним, две прямые у нас всегда пересекаются как минимум в двух точках. Ну, не как минимум, на самом деле, могут быть параллельны. В общем, если прямые пересекаются, то они пересекаются, кроме точки, которые мы видим в коричной части экрана, еще и в бесконечности. Поэтому мы задаем отношение, что точка пересечения должна отличаться от точки в бесконечности. Ну, мы задаем отношение явно отличающиеся. И теперь вот с этим набором свойств, соотношений, которых мы задали, мы создаем цикл. Это будет, скажем, точка P. Вот появился этот основание перпендикуляра. Только одна реализация точки пересечения присутствует. Так что мы закончили построение и можем добавить его теперь в библиотеку. Мы его добавим в библиотеку, нажимаем здесь. И нам напоминают, что построение должно иметь ясное описание. По-видимому, мы можем ввести это описание, в данном случае, на русском языке. Это построение точка основания перпендикуляра. Заканчиваться описание должно точкой. Мы можем позаботиться о себе самих. Через некоторое время наша память несовершенна. Мы забудем, что мы тут делали. Поэтому детальное описание помогает нам. И оно помогает всем остальным, кто будет пользоваться результатами нашей работы. Мы описываем в явном виде параметры, которые нужны для построения. Вообще число параметров для построения опциона. Мы можем вводить третий параметр, а можем не вводить. Если мы его не введем, значение, которое было задано в построении, будет использовано. То есть, действительно бесконечность. Но мы можем и при использовании построения задать третий параметр вручную. Тогда бесконечность будет заменена соответствующим значением. Мы это описываем. Параметр. Параметр. Третий 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 параметр. Ну, наверное, как-то так будет понятно, что именно мы строили в этом построении. Вот, теперь это построение добавлено в нашу библиотеку, и его описание доступно. Мы можем эту библиотеку сохранить на будущее. Ее можно сохранить и сделать так, чтобы она загружалась по умолчанию при запуске программы. Но мы этого пока делать не будем. Мы просто ее сохраним. Ну, какое-то имя Library with Feet of Altitude. Это было по-английски, а это русская версия такой библиотеки. Хорошо. Мы построили основание перпендикуляра, и можем использовать его для построения прямой Симпсона, как она описана в книжке Грейцера и Коксетера. Для этого опять мы начинаем новую фигуру. Проверим, что у нас правильно выставлена автоматическая генерация меток для наших циклов. Ну и начнем с построения треугольника. Это нам уже знакомо по построению ортоцентра. Произвольные три точки. А, В, С. Теперь мы строим стороны треугольника. Значит, у нас будут латинские строчные буквы, и мы перезапускаем счетчик. Первая сторона проходит через... А, В, С. А, давайте мы добавим же еще и мнимую бесконечность для того, чтобы поэкспериментировать с этой теоремой в более широком смысле. Опять возвращаемся, делаем наименование вручную. Эта мнимая бесконечность у нас будет называться, скажем, точка N. А, теперь проведем стороны треугольника, проходящие уже через эту мнимую бесконечность. Значит, первая сторона... Что мы сказали? Да, маленькие латинские. Первая сторона проходит через... В и С, а также точку N. Так, вот что мы сделали. Создаем цикл. Теперь у нас сторона В. В, опять через точку N. Ну и, наконец, третья сторона треугольника, также проходящая через точку N. Следующим элементом мы добавляем описанную окружность. Она проходит через точки A, B, C. Просто ортогонально этим трем точкам. Давайте сделаем ее какой-нибудь зелененькой. Чтобы ее было лучше видно. А теперь мы должны выбрать произвольную точку на окружности, построенной на окружности D. Ну, давайте с этого момента мы перейдем опять на ручное производство меток для циклов. Ну, что, точка на окружности. Точка на окружности, значит, она ортогональна окружности. Раз эта точка, она ортогональна сама себе. У нас только два отношения образовалось. Что же будет, если мы попробуем создать цикл всего лишь двумя, а не тремя отношениями, как мы привыкли? Ну вот, мы назовем его P, скажем. И вот у нас появляется сообщение, что цикл P не может быть нарисован. Почему так происходит? Это произошло потому, что у нас недостаточно информации. И если мы посмотрим на координаты, то у этой точки образуется свободный параметр. Параметр T с индексом P, и от него уже зависит построение. Естественно, такая точка не может быть прорисована. Ну, эту точку можно просто удалить, раз она у нас не задалась. Ну, или можно было откатить на один шаг назад наше построение, точка бы исчезла таким же образом. Что же делать? Надо добавить третье отношение, которое определит. Но мы хотим, чтобы это третье отношение было достаточно гибким. И мы могли перемещать нашу точку по окружности, чтобы поэкспериментировать немножко. Как решить этот вопрос? Ну, наверное, есть разные способы. Можно придумать, как исхитриться и это сделать. Я вот сделаю следующим образом. Я введу точечку для контроля, ту, которую я могу двигать. Это точка, заданная вручную. Вот ее можно перемещать по экрану в разные позиции. А теперь отношение к этой точке, которая находится на экране, будет уже определять, где находится моя точка на окружности. Значит, я опять задаю отношение ортогональности к окружности. Я опять задаю отношение ортогональности к самой себе. И третье отношение будет к этой точке К для контроля. Это будет отношение двух произведений. Отношение двух произведений между К, ну и, скажем, точкой А. И нам надо, как вот эта подсказка нам говорит, задать еще значение параметра. Вот то произведение, которое мы здесь измеряем, по сути, связано с расстоянием между точками. И если мы скажем, что значение параметра равно один, то, в общем, в первом приближении можем считать, что мы говорим о том, что точка на окружности должна быть равноудалена от точки К и от точки А. Ну вот, теперь у нас есть три отношения. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нам говорят дать имя этой точке. Мы говорим, это точка П. Вот точка П появилась на экране. И есть два решения, потому что две точки равноудаленные от К и А возникли на экране. Ну и эта точка зависит от положения точки К. Вот видите, как у нас это организовано. В общем-то, мы не хотели бы иметь две точки П. Мы хотим одну точку П. Что можно сделать? Давайте для начала переименуем П в точку П2. Подчеркивая ее двойственность. А теперь из точки П2 выберем всего лишь ее одно представление. Это будет отношение, которое задает номер точки. Ну, номер может быть от 0, 1, 2 и так далее. Любое из этих реализаций точки мы берем реализацию с точкой 0. Вторая реализация имеет номер 1. Так как это отношение само по себе уже достаточно определяет точку, ничего добавлять больше не надо. Это отношение выбирающего типа, оно создает цикл. И вот этот новый цикл, который точка П в единственном экземпляре, мы назовем просто П. Ну, тут у нас получилось, смотрим, вот эта точка П в единственном экземпляре, а П2 это два экземпляра этой точки. Давайте немножко разгрузим наш чертеж. Для этого сделаем вот точку П2 невидимой. То есть установим прорисовку цикла, основанную на невидимом карандаше. Ну, и точка П2 вместе со своей меткой исчезла. Осталась только, она есть на нашей фигуре, но она не прорисовывается. Ну, и, соответственно, если мы как-то двигаем точку К, вот позиция точки П, соответственно, меняется. Как и позиция, собственно говоря, точки П2, но ее не видно. Теперь пришло время опустить перпендикуляры из точки П на три стороны треугольника. Мы можем это сделать очень быстро. Давайте мы установим вид меток такого типа, что мы опускаем П на соответствующую сторону, которая задана маленькими латинскими буквами, будет перезапущен. Потом пусть эти точечки у нас все будут заявлены синеньким цветом прорисованы. И мы можем использовать наше построение, которое было создано раньше. Для этого мы правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню. Первая строка предлагает использовать построение. Здесь видно наше описание, которое напоминает нам, что мы можем ввести три параметра. Ну и тут вот есть предложение, что можно ускорить работу, разворачивая списки заключенные фигурные скобки с метками, разделенными запятыми. Ну в нашем случае это будет так. Мы из точки П опускаем три перпендикуляра на стороны А, В и С. А в качестве бесконечности мы будем использовать точку Н. Вот эту точку Н из нашей фигуры. Вот такое вот задание. Смотрим, как программа с ним справляется. Вот действительно возникло три точки проекции. на сторону С, на сторону А, на сторону В, точки П. Ну и если мы передвигаем точку К, соответственно передвигается и проекция. Визуально кажется, что наши три точки на одной прямой, но мы желаем проверить это более аккуратно. Как обычно, это может быть сделано следующим образом. Давайте проведем прямую через А и В, ну и нашу временную бесконечность, точку Н, чтобы это была прямая. Вот у нас три таких отношения. Достаточно, чтобы создать эту прямую. Ну, мы вручную ее переименуем. И мы вручную установим стиль. Стиль для этой прямой может быть, ну я не знаю, какой-нибудь, что мы можем выбрать. Какой-нибудь связанный с зеленым цветом, чтобы это было в том. Ну, может быть, вот так, что ли. Ну, правда, отношения сбросились, а надо их по новой задавать. Значит, это ортогональность точки А, ортогональность проекции на В и ортогональность нашей бесконечности. Вот наша прямая, прямая Симпсона. Ну, пусть она будет просто L. Вот эта прямая проведена. Нам остается проверить, что точка С, значит, прямая L, как у нас задано, проходит через проекцию на А и В. Мы проверяем, что проекция на С будет также принадлежать этой прямой. Как видим, это утверждение верно, и это утверждение остается верным, если мы тут что-то подвигаем, куда-то нашу точку П перенесем. Вот, все еще это отношение остается верным. Это уже интересная фигура. Мы можем ее сохранить. Для фигуры предлагается составить описание. Давайте напишем. Опять же, можно составить это описание на русском. Три проекции. Точки описанной окружности. На стороны треугольника лежат на одной прямой. Вот это имя, которое мы... Вот, кстати, отношение, которое мы проверяем, что прямая L проходит через точку ПЦ, может быть добавлено в описание фигуры. И в следующий раз, когда мы загрузим фигуру, оно будет прочитано и появится в нашей системе. Для этого мы выбираем здесь вот эту коробочку и сохраняем в описании. Можем посмотреть описание свойств фигуры. Вот необходимость проверки того, что ПЦ ортогонально в метрике циклов к прямой L, оно появилось в нашем описании. Вот фигура с таким описанием может быть опять сохранена. Время поэкспериментировать немножко с нашими построениями. Мы легко переходим от одной геометрии телеклейна к другой. Мы можем поменять начертания наших циклов на гиперболические. Что мы видим? Потом мы вместо каких-то прямых, которые мы рассматривали, или вместо точек, у нас появились гиперболы. Вот ПА становится гиперболой, потом ПБ становится, и ПЦ становится гиперболами. Потому что то понятие ортогональности, которое мы используем в нашей фигуре, оно не соответствует начертанию циклов. У нас метрика начертания циклов гиперболическая, а ортогональность мы считаем все еще эллиптическим способом. Это надо, как видим, теорема перестает быть верной. У нас нарушается теорема Симпсона в этом случае. Но если мы согласуем метрику точек и метрику циклов, сделаем обе их гиперболическими, фигура у нас приходит в нормальное соответствие. Мы имеем точку А, точку Б, точку С. Вот описанная окружность, описанный цикл, который теперь гипербола. Д. И у нас есть проекции на три стороны треугольника. А, Б, С. Это три точки. ПБ, ПА и ПЦ. И они по-прежнему лежат на одной прямой. То есть, вот прямая Симпсона верна и в этой геометрии Келликлейна. Ну вот я уже не буду сейчас это показывать. Я попробовал. Давайте все-таки быстренько покажу. Значит, мы переместим точку Б в верхнюю полуплоскость для того, чтобы у нас это выглядело более как геометрия Лобачевского. И мы теперь заменим бесконечность на действительную прямую. Изменим параметры этого цикла, который у нас задает представление того, что является прямой линией. После того, как мы это сделали, треугольники у нас стали представляться стороны треугольника дугами полуокружности перпендикулярных действительной прямой. Действительная прямая или вот эта вот прямая Н у нас тут появляется. Мы имеем прямую Симпсона, прямую проходящую через ПА и ПБ, но ПЦ очень далека от них. Значит, в геометрии Лобачевского теорема прямой Симпсона нарушается. Ну, по крайней мере, в той форме, в которой мы построили. Тут есть пространство для маневра, есть то, над чем поэкспериментировать и подумать. И, возможно, открыть соответствующую модификацию теоремы Симпсона, которая будет верна и в геометрии Лобачевского. Но, так же, это приглашение для всех зрителей этого канала. Еще раз напомню, как получить программу и начать ею пользоваться. Значит, если мы перейдем по указанному адресу на домашнюю страницу нашего проекта, тогда файлы для загрузки находятся в разделе «Файлс». Двоичные откомпилированные коды в этой папочке. И тут у нас есть исполняемые файлы для Windows, Macintosh, общего Linux. Ну, или если вы сделали правильный выбор и пользуетесь либо Debian, либо Ubuntu, вы можете для последних версий этих операционных систем загрузить оптимизированные исполнения, используя стандартный менеджер пакетов для этих систем. Ну, желаю вам приятно проводить время, изучая неэвклидовую геометрию, изучая геометрии Келли Клейна.